Саша, у тебя романтический образ. Расскажи, насколько тебе вообще-то в жизни близка романтика? Ужин при свечах, что-нибудь такое. Да, я достаточно романтичен для, опять же, для сегодняшней молодежи. Наверняка они сейчас менее романтичны, чем я. Да, более прагматичны. Я все-таки как творческая личность, я люблю это. Я люблю пляж, я люблю ужин при свечах на пляже. Я способен это сделать в своей второй половине. Поэтому вот такие... То есть удаются все-таки, да? Конечно, да. Ты находишь время для этого. Да, я люблю внезапные, спонтанные подарки, букеты цветов. Да, да, да. Всем прекрасным женщинам я с удовольствием это дарю. Это малое, что я могу сделать. А Катя тоже такая романтическая натура? Она может тоже, да. То есть тоже от нее какие-то были тоже такие внезапные моменты. Мне кажется, все дело в таком порыве, позыве, в такой внезапности. Когда вот не просто так запланировано, ко дню рождения или к 8 марта. Да, да, да. А когда внезапно и просто так. Как ты это, поздравляя Катю с днем рождения, написал пост, где предположил, что когда-нибудь про вашу историю любви с ней вот красивое кино. Кому бы ты доверил сценарий? И, допустим, видишь ли ты какого-то актера, который бы мог сыграть в этом фильме тебя? Пока что не вижу. Я надеюсь, это будет не Александр Петров. Ну, хотя... Кстати, может быть, Даня Козловский. Мне кажется, что это будет по типажу. Мы к тому времени... Мне кажется, все-таки... Или ты сам бы, наверное, написал бы сценарий, сам бы написал... И сам бы снял, да? Сценарий я бы снял, да? Сценарий я бы снял. Да, конечно, почему нет? Но мне кажется, что он еще не родился этот. Мне хотелось бы, чтобы это было гораздо позже. Вот такой бою, как обо мне сняли, когда уже, собственно, может быть, и меня не будет. Но сейчас, конечно, еще рановато об этом говорить. Еще не все вершины покорены. Ну да, да, конечно. Я думаю, что еще у вас длинный путь в отношениях, безусловно. Поэтому тебе будет потом чем поделиться. Поделиться, да, в мемуарах, да. Вы много проводите времени вместе, да, получается, в жизни по работе. А как вот ты отдыхаешь, когда ты один бываешь? Или ты вообще не бываешь один? Или нужно тебе вот это время, чтобы уединиться? Каждый день мы абсолютно не нарушаем личное пространство. То есть у нас у каждого свое место. Я люблю один гулять по Москве. Она абсолютно не разделяет этого на такой городской житель, но она за рулем. Я не вожу машину, поэтому для меня важно обойти всю Москву пешком и в одиночестве. Я люблю давить в уши наушники, включить музыку и просто идти, куда глаза глядят. Это как раз на то время, да, когда ты набираешь? Да, это мое такое зарядное устройство, это моя такая подзарядка. И для меня это вот вид... Медитации, да. Да, абсолютно точно.